Библейский портал экзегет.ру представляет 95-й псалом для библейского портала Экзегет, читая в переводе Российского библейского общества. Новая песня, несколько псалмов, начинается с упоминания этой новой песни. Слушайте, а что псалтири нового? Ну, последние две с половиной тысячи лет, немножко больше ничего. Все то же самое. Какая есть, такая есть. А почему тогда она призывает нам нас петь Господу новую песню, как 95-й псалом? Давайте прочитаем, постараемся понять. Вообще, 90-е псалмы, мы об этом уже говорили, псалмы про величие Бога и его вмешательство в жизнь людей. Вот есть там псалмы, которые больше сосредоточены на личности царя и вообще человека, царь как такой человек, вот образцовый. Да, есть псалмы, которые сосредоточены на горечии, унынии, отчаянии, молящегося. А эти псалмы сосредоточены не просто на величии Бога, но на его действии в нашем мире. Пойте Господу новую песню, пой Господу вся земля, пойте Господу, имя его благословляйте, день за днем возвещайте, как он нас спас. Расскажите народам о славе его, племенам земным о чудесах его. Велик Господь и достоин хвалы, бойтесь его, ибо он надо всеми богами. Боги других народов истуканы, а Господь небеса сотворил. Честь и слава, как свита пред ним, силы и величия в святилище его. Величайте, Господа, племена людей, величайте, Господа, его славу и мощь. Величайте, слава Господнего имени. Неся дары, входите во дворы дома его. Пойдите низ пред ним во славе его святой. Трепещи пред Господом вся земля. Возвестите средь народов Господь, Царь. Тверда вселенная не поколеблется. Он будет справедливо судить народы. Да веселятся небеса, да торжествует земля, грохочет море, и все, чем пучина полна. Рады степи, и все, чем они полны, и ликуют все деревья лесные пред Господом. Ибо Господь придет, придет Господь судить землю. Он, справедливый, будет судить весь мир. Он, верный, будет судить народы. Господь велик, воспевайте его. Это краткое содержание псалма. Ну, это половина псалмов об этом говорит. А что здесь особенного? Новая песня. Вот все-таки меня не оставлять, это новая песня. Она там дальше тоже будет. Вот 97-й так начнется, и потом еще нам эти новые песни периодически встретятся, или просто песнь пою. Разве религия, вот эта традиционность, она не в том, чтобы петь старые песни? Конечно, да. А с другой стороны, ведь если мы просто повторяем то, что было сказано до нас, и бездумно повторяем, кому это надо? Нам просто вычитывать какие-то тексты, произносить их? Вряд ли Богу, чтобы он послушал, что мы читать умеем, да? Ну, наверное, тоже он об этом догадывается. И если нету этой новизны в молитве, то эта молитва бесполезна. Если нет элемента личного опыта, если человек не вносит что-то от себя, и каждый человек вносит новое, он, может быть, сочиняет новую песню. В конце концов, когда сочиняли этот псалом, это была новая песня, да? Пойте Господу, новая песня, первое исполнение псалма, да? Было же такое в какой-то момент времени. Но с тех пор он повторяется в миллиарды раз, и все равно это может быть новой песней, если человек что-то от себя вкладывает. И смотрите, вот здесь как бы два полухория таких отвечают. Один говорит, хор, пойте Господу, вся земля, а другой говорит, день за днем возвещайте, как он нас спас. Вся земля — это море, степь, вся природа, которая полна красоты, которая говорит о его величии, мудрости, о его творении, да? Вот просто человек выходит на улицу и видит, как прекрасен этот мир, да? И он говорит о Творце. А с другой стороны, как он нас спас. История израильского народа, которое является свидетельством о том же самом, о том, что не просто он когда-то сотворил, запустил вот эту всю механику и ушел на покой. Есть такая точка зрения, деизм называется. То есть Бог все сотворил, и как часовой мастер он сделал часы, ну и отдал часы людям, а сам больше не вмешивается ни во что, да? Вот, а с другой стороны, он постоянно присутствует. Он нас спас, нас как народ Израиля. «Велик Господь и достоин хвалы, бойтесь его, ибо он надо всеми богами, боги других народов истуканы, а Господь небеса сотворил». Вот здесь что-то мне кажется таким нелогичным. Он надо всеми богами, но если боги истуканы, всего лишь идолы, да, всего лишь деревянные, металлические, или какие-нибудь еще керамические, например, изваяния бессмысленные, то как это он над ними? Над ними, значит, они все-таки какое-то значение имеют. Вот в Псалтире мы видим полемику с язычниками, но не очень много, это больше у пророков. Все равно она тут есть. И вот это явно из этой полемики. И она как бы двукратная. С одной стороны, наш бог выше других богов, а с другой стороны, они ненастоящие. Вот может быть, есть два подхода. Может быть, ну, во-первых, боги, кто имеется в виду духовные сущности, да, мы об этом уже говорили в предыдущем псалме, те, кого мы сегодня называем ангелами, к кому действительно могут поклоняться, и они же для верующего человека тоже реальны, да. А с другой стороны, это некие фантазии, это некоторые образы, которые язычники себе придумывают. Ну, тогда как фантазии, они тоже реальны, да, пусть они исключительно в головах у этих идолопоклонников, но они же что-то об этих богах думают, они как-то их описывают. Вот Гомер какие прекрасные поэмы написал о греческих богах, да. Сейчас никто, наверное, не думает, что Зевс или Афина — это реальные сущности, но, тем не менее, поэзия великая, Ильяда и Одиссея, и не только эти два произведения. Вот здесь может быть и об этом, что богов-то, в общем, много, как бы к ним ни относиться, как к духовным сущностям, как к фантазиям, как к простым деревяшкам или металлическим статуям. Важно другое — не кто они, а важно кто Господь, который, безусловно, выше них всех. А потому величайте Господа, величайте славу Господнего имени, входите во дворы дома и вопадите ниц. И вновь как бы два полухорья. С одной стороны Израиль воспевает Бога, а с другой стороны тверда Вселенная не поколеблется. «Довеселятся небеса, отрожествует земля, грохочет море, ликуются деревья и лесные. Вся природа встречает Бога». То, что она живет, и есть уже его встречи, есть уже молитва, ему просто какая-то другая. Дерево не поет псалмов, не совершает обрядов, но то, что оно листья выпускает, это его молитва к Богу. То, что оно роняет листья осенью, это другая его молитва к Богу. То, что оно плоды приносит, это оно для Бога приносит, то есть вся земля для него. И завершение. Господь придет судить землю, Он справедливый будет судить весь мир, Он верный будет судить народы. У нас много предыдущие псалмы говорили о том, что вообще-то пора бы наказать грешников, пора бы установить справедливость, что Господь обещает это сделать. Ну и вот здесь псалмопевец нас уверяет, сделает, не волнуйтесь, просто надо не то, что даже подождать, а надо понять, кто он в этом мире. Надо встретить его, надо ожидать его и отдать ему этот суд, не торопить его. Он придет. А 96-й нам и покажет, как он приходит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова